Всем привет! В этом видео о том, как удалить ненужные языки ввода Windows 10. После последнего обновления Windows 10 многие столкнулись с тем, что в языках ввода появились ненужные языки, то есть дублирующие какой-то основной, например, русский язык и неудаляемые в параметрах. То есть стандартные языки удаляются таким образом. Заходим в пуск параметры регионы язык либо нажимаем по значку языка настройки языка. Здесь мы в списке предпочитаемые языки видим список языков. Если мы нажмем по языку, например, русский Казахстан, кнопка удалить неактивна и такое происходит для всех языков, которые совпадают с языком интерфейса. То есть если у нас русский язык интерфейса, то все остальные русские языки у нас не будут удаляться. Итак, как их удалить? Первый способ. Первый способ с помощью редактора реестра. С помощью него мы можем удалить эти языки из вот этого списка, но в настройках языках они останутся. Как это сделать? Нажимаем клавиши Windows R на клавиатуре, вводим regedit, после чего переходим к разделу реестра, hk current user, keyboard layout, preload и здесь удаляем те значения, которые нам не нужны. Значения здесь расположены в том же самом порядке, в котором они расположены в этом списке. То есть, например, нам не нужен русский Казахстан, удаляем четвертое значение. После этого, когда мы перезагрузим компьютер, либо выйдем из системы и снова зайдем, русский Казахстан здесь уже отображаться не будет и при переключении языка ввода клавиатурой также он здесь отображаться не будет. Но способ такой частичный. Более того, после какого-то обновления эти значения снова могут здесь появиться. Есть другой способ. Можно то же самое сделать, полностью удалить язык, в том числе и из этого списка с помощью powershell. Как это сделать? Запускаем powershell от имени администратора. Сделать это можно, например, нажав правой кнопкой мыши по кнопке пуск windows powershell administrator либо через поиск найти windows powershell, также нажать на нем правой кнопкой мыши и выбрать запуск от имени администратора. Запускаем и в powershell вводим следующие команды. Я их напишу в описании под видео. getwin-user-language-list. Получаем список языков, которые установлены. Обращаем внимание на значение language-tag для того языка, который нам нужно удалить. В моем случае это ru-defis-kz. Далее используем такие команды. Создаем массив, содержащий список языков. Находим в списке в этом массиве тот элемент, который содержит значение с этим языком, который нужно удалить. То есть если здесь вы удаляете какой-то другой язык, указываете свое значение вместо ru-кz, как у меня. Далее удаляем элемент массива, который содержит этот язык. И последний пункт. Применяем новый список языков к windows. Готово. После этого, если вы зайдете в список языков, у вас языка ненужного уже не будет. Вы, наверное, сейчас заметили, у меня здесь произошел глюк, но после перезагрузки он исчезнет. То есть вот этот неизвестный языковой стандарт исчезнет из списка. Также если вам нужно удалить более одного языка, то есть вы уже, например, удалили один, в моем случае русский Казахстан, а теперь хотите удалить английский Зимбабве. Также в PowerShell, не выходя из него, вводим команду, начиная вот с этой и здесь заменяем значение language tag на тот язык, который нам нужно дополнительно удалить. После этого по порядку используем все те же команды, которые были до этого. Удаляем этот элемент массива и обновляем список языков Windows. Готово. Теперь этот язык также был удален из списка. Проверяем. Как видим, его здесь больше нету. Вот этот глючный язык также исчезнет, как я сказал. На этом все, спасибо за внимание, надеюсь все было понятно. Удачи!